здравствуйте лаконично не переживайте здесь фактически итоги работы платформы центра общественного здоровья за год я хотел бы сначала спросить есть в зале те кто зарегистрированный прошел хотя бы один курс отлично для тех кто не зарегистрированный не прошел ни одного курса будет следующий слайд вот но что я могу пообещать это вот после выступления валентина что постараюсь об аристотеле псу и не вспоминать значит поехали вот ссылка на платформу дистанционных курсов центра общественного здоровья там что там размещено сейчас расскажу подробнее я вам рекомендую даже если вы не специалист в тех темах по которым курсы зарегистрироваться пощупать как оно выглядит особенно если вы планируете производство своего собственного курса на медицинскую тематику вы увидите механику там ничего нового если вы имели опыт прохождения курсов либо на мировых платформах либо на прометеусе у нас фактически тот же движок выглядит это вот примерно так лаконичненько простенько развернута наша система на опенедексе радмила говорила уже о том что это бесплатная платформа для дистанционных курсов ну фактически но на самом деле условно бесплатная просто потому что для того чтобы ее настроить под те задачи специфические которые есть у каждого пользователя это требует ну некоторых специфических умений и вот ну например платформа которая центр общественного здоровья мы до закупали ее настройку и там в принципе ниже я расскажу что именно мы доделывали значит просто цифры у нас на данный момент 9 курсов размещено на платформе в этих 9 курсах у нас поучаствовал 52 спикера можете прикинуть до среднее число я когда бюджете говорил вот оптимальное говорил там 45 где-то так и получается но у нас есть и моно курсы одним спикером записанные вот такие большие какая гепатита хрешла официальная дата рождения нашей платформы мы считаем 31 марта семнадцатого года это день когда был открыт для пользователей первый курс кстати этот курс сейчас недоступен это вот та история пропад озвученные презентации вот такие вводные сейчас буквально о каждом из девяти курсов сухие можете кстати проследить как меняется до количество распределения вот участников которые зарегистрировались которые начали обучение и которые получили сертификат то есть это это те люди которые успешно завершили то есть они набрали достаточное количество баллов есть какой-то вопрос поэтому слайду вот он бы должен был возникнуть если вы внимательно вы считаете хорошие я бы сказал что это не самые лучшие цифры смотрите у нас из 151 зарегистрированного человека к обучению приступила 45 человек то есть человек зарегистрировался на платформе выбрал курс но не ни один тест не нажал то есть проследить просмотрел ли он видео мы не можем но он не нажал есть версии почему так произошло это нет это мы сейчас речь ведем конкретно о курсе организации не аспекты надо не интегрованных послуг на платформе да да выбрали этот курс но не приступили к обучению еще версии смотрите ну там должно в этом видео быть что-то такое что им просто отбивает сразу это это не из тех курсов которые отбивает сразу нет это не первый курс это один из там ну то есть они зарегистрировались и не нет уточню этот курс уже когда был было о нем сообщено он уже был доступен для обучения человек после регистрации мог сразу приступить к обучению еще версии очень длинные видео не видео ладно не буду вас мучить и тратить ваше время расскажу немного о специфике того как происходило ну поначалу во всяком случае набор слушателей курсов он у нас происходил немного не так как происходит например на прометеусе где информация там на всех информационных площадках где свободной регистрации так далее у нас первоначально платформа задумывалась не как свободная платформа для всех так далее а как элемент вот того смешанного обучения которым рассказывала родмила то есть когда у нас вот дистанционный курс это есть первый этап для отбора тех людей которые потом набрав достаточное количество баллов получив сертификат переходят на второй этап очный результатом которого является получение ты то есть это были вот эти наши первые пробы пера как сделать так чтобы докторам было удобнее проходить ту не на месяц там или три недели как это обычно с ручная полностью а вот такие пробы когда часть большую часть того что можно унести лекционно она уходила на дистанционный курс а уже в эти три дня очных там раз рассматривались те вещи которые в дистанционно не запихнешь какие-то кейсы какие-то клинические задачи так далее это классический вот пример и вот объясняю почему у нас такая разница сам набор часто происходил по системе когда мы целево приглашали из различных профильных лечебных заведений специалистов которые нам нужны по этой выборке то есть директивно да мы рассылали приглашение говорили вашу квоту и фактически из-за того что инструмент еще такой не такой известный да как классическая ту часто это выглядело как обычно у нас происходит до спустили приказ значит хочешь не хочешь регистрируйся вообще как правило хотят то вроде все потому что и сертификат и так далее и вроде какие-то знания но большие начальники там делегировали эту историю с регистрацией там начальником поменьше или просто подчиненным они регистрировались очень популярна была история кучу людей пытались зарегистрировать на одну почту и не понимали что они делают не так вот в общем эта история таких издержек все-таки такого набора да но отказаться от него или с самого начала сделать просто открытый набор мы не могли у нас были конкретные задачи у этой платформы мы ее действительно вот именно таким элементом смешанного обучения достаточно успешно использовали вот но это то что с чем мы столкнулись тоже для нас был интересно да да это вот курс коллег я хочу подчеркнуть что вот целевая аудитория вот это сейчас классно что мы разбираем потому что мы там делаем выводы учиться чтобы повторять целевая аудитория это главные врачи это ночи нет ли это ну организаторы системы здравоохранения и так далее директора клиник который разбудовывать интервью не портить второй курс он для практических специалистов ну просто для врачей наркологов инфекционистов и так далее как заказывать интегрированные услуги и вот мы их одновременно просто объявили я это моя версия регистрируйте это и те которые зарегистрировались понимают что я не главный врач центра спида который должен понимать то есть они поняли что это не их не история это я даже не буду ее пытаться провернуть она в принципе не противоречит то о чем я говорю я скорее на примере этого курса показал достаточно характерную тенденцию по остальным нашим курсом это действительно курс который производили не мы а наши коллеги мы им за это очень благодарны это тоже в копилку вот тех примеров когда мы вас приглашаем если у вас есть и классные интересные курсы размещаться у нас то есть мы выступим той платформы которая в общем-то решит поначалу какие-то ваши задачи а дальше этот курс будет открыт для всех и любой желающий сможет разобраться вот это не ваш курс но картина смотрите очень похожая вот здесь сто процентов так здесь мы рассылали приглашение с квотами и так далее и здесь действительно до этапа начать обучение доходила ну примерно половина до при этом очень неплохой результат среди тех кто закончил то есть смотрите у нас фактически если вы слышали что по таким универсальным платформам типа прометеуса и вообще общий мировой тренд 67 процентов успешно завершает курс здесь у нас треть то есть если человек таки дошел и он тут не случайный посетитель и его никто не заставлял а он сам решил дойти у нас в принципе вот эта треть закончивших это нормальная история вот это интегрован допомога тоже курс который у нас размещали не мы производили картина схожа и везде смотрите количество спикеров тоже указал это вот 67 спикеров это уже сложновато но если это помогает раскрыть тема курса замечательно психосоциальный супровид хором запятную заложность тоже это курс произведен нами у нас раз размещены здесь видите аналогичная статистика половина дошла до учебы ну и соответственно где-то примерно 3 чуть больше закончили курс интересный курс ликования опиоидной заложенности то о чем тут тоже сегодня звучало курс у нас уже в третьей итерации он который как он выглядит сейчас и как он выглядел на старте это абсолютно два разных больших курса то есть тут целые блоки менялись до снимались и уже вторая итерация когда до снималась там уже было с учетом обратной связи какие-то пожелания мы выставляли курс получился ну мне кажется неплохой 10 спикеров сложно с логистикой но снова такие коллеги очень очень в это дело этим проникли сделали хорошо в свою очередь тоже посмотрите здесь показатели людей успешно закончивших выше чем по остальным даже один из популярных наших курсов но здесь вот то 100 совокупность факторов которых мы говорили тоже ранее крутые спикеры актуальная тема предельно широкая мульти резистентный туберкулез хоть мы и формировали это был один из первых курсов на котором мы уже начали опробировать систему набора не только целевого приглашения но и сообщили о нем публично то есть это был курс за который нам нам из остальные не было стыдно но это был уже курсах где содержание и форма они были соответствующими духу времени да и мы попробовали пригласить сюда всех желающих и ну вот так получилось участников больше и начало больше это наш курс который рождался в муках но здесь было полностью насколько я помню отказались от целевого приглашения и чисто через информационные наши каналы цгз и авторов курса распространяли видите результаты по количеству как минимум участников росли 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 курс который в принципе гордимся это вот история про свечку которая сегодня до курс с жизнью курс хороший делался он долго в муках рождался но то что получилось мы сейчас как бы он для нас такой в принципе ориентир хуже чего мы не хотим делать а лучше это уже получается однозначно неплохо количество участников соответствующие приглашали всех но и курс фактически для предельно широкой аудитории поэтому тут и не было даже проблем с этим с целевым приглашением участников это тоже был один из элементов смешного обучения это по курсам так сейчас такая общая статистика 5000 человек у нас зарегистрировано на курсы из них вот количество уникальных то есть соответственно люди видят регистрироваться на один курс смотрят есть рядом другая и другие регистрируются и туда ну и фактически вот можете посчитать у нас так чуть больше видите тут уже не треть доходит до конца если так по гамбургскому счету чуть меньше но и больше тех 6 пресловутых процентов о которых говорят все мировые тенденции тоже в муках рождалась эта история с сертификатами потому что базовая комплектация вот этой открытой бесплатной платформы она предполагала такой стандартный сертификат а нам уже хотелось мы могли какие-то логотипы не только свои там еще партнеров которые участвовали в создании курса ну то есть чуть-чуть под наши брендбук привести в порядок это это отдельные деньги отдельные доработки но когда мы это завершили у нас сильно стало легче с точки зрения в том числе мотивации участия в наших курсах но что сейчас мы полностью перешли на систему когда каждый наш курс он автоматически человек набирает баллы у него в кабинете появляется возможность генерировать сертификат мы даже в этом не участвуем первый наш курс это была такая полу телефон история когда там мы объясняли что куда где прислать и так далее наша демографичка видите ну не знаю есть версии почему так в медицине может быть пусть будет так возраст вот наша целевая это конечно вот все-таки от 21 и до пятидесяти пяти хотя вот как и на эксимедине говорили там есть люди за 65 вот у нас тоже таких 2 процента есть мы ими очень дорожим наша география здесь ну на первый взгляд киев киевская область самое вроде как активные пользователи системы но на самом деле это больше проблема к нашей форме регистрации где мы не развели киев и киевскую область а стоило бы это тоже шишки которые мы набивали в процессе мы доделывали и формы регистрации на платформе она сейчас не идеально вот те кто руки поднимал они возможно сталкивались с трудностями при регистрации там есть некоторые поля не очевидные которые выдают ошибку не всегда люди там плюс-минус с каким-то базовым английским и там не все переведено было перевод системы это отдельная история то есть тоже могу об этом очень долго говорить сейчас я не буду останавливать ключевые изменения по сравнению с семнадцатым годом если помните у нас там в марте мы 17 развернули вот за 18 мы добавили 6 новых курсов довели до ума модуль генерации сертификатов и переделали стартовую страничку она тоже кто застал первые итерации нашей платформы выглядела так как и наши первые курсы так себе но при этом действительно за 18 год мы во всяком случае для себя сформулировали оптимальный формат этого курса о котором я чуть-чуть говорил в разделе бюджета и сильно заморочились тем чтобы это выглядело приятнее вот даже какие-то вот эти иконки курсов шрифты описание в общем ну они такие изменения может быть человек который туда зашел один раз незаметно но мы понимаем зачем мы это делаем мы видим как это влияет на на статистику и как все-таки люди становятся количество людей дошедших курс до конца растет это тут она в виде пропозиции но это уже принятые пропозиции это итоговая презентация которую мы делали как раз когда год закончился для себя больше такой внутренний продукт так что смотрите эксклюзив фактически но эти вещи мы приняли эту систему то есть мы перешли от системы когда мы разные пробовали я вам говорил что изначально у нас это курсы были ну полу закрыты до открывались только под целевой набор под конкретный очный курс до первый этап для дальнейшего смешанного обучения дальше мы подумали чего добру пропадать открыли полностью курсы но потеряли вот эту вот возможность отслеживать динамику какую-то вот которая бы нам дала возможность сравнивать различные циклы одного и того же курса на различные аудитории и поэтому в этом году мы пробуем систему таких цикличек циклов когда мы все наши курсы открываем для всех же но на определенный период то есть вот первый наш период заканчивается буквально 31 марта стране большой день а у нас тоже стоит такой локальный праздник первый цикл наш закончится второй откроем в середине апреля к нему мы подготовим если успеем минимум один курс еще дополнительно в идеале возможно даже два если все получится вот и видите мы переходим от целевого приглашения через вот эти письма директивные и так далее которые не всегда адекватно реализуются на местах вот снова таки этот фактор исполнителя где-то действительно пришло письмо его восприняли адекватно и предложили специалистам соответствующим есть желание есть ну вот те инструкции регистрируются а где-то это просто вот севнов петров сидоров зарегистрировались до вечера мне отписали ну и соответственно как это влияет на мотивацию на мотивацию это конечно влиять так себе промоция курсов через публичные майданчики это наш фейсбук страничка это наш сайт себя оправдала полностью вот уже видно даже по первому циклу один репост ульяны супрун у нас в принципе мы имеем те цифры которые мы имели раньше через рассылку на каждый курс это я утрирую конечно на самом деле там чуть меньше чем мы ожидали но я к тому что история работает когда курс открыт всех приглашают они доходят так ну это планы в этом году тоже хотим сделать ну минимум там 7-10 курсов есть большие планы по поводу обновления самой платформы снова таки вряд ли кто-то заметит из тех кто нерегулярно ее пользуются но идея такая чтобы сделать путь от регистрации до курса максимально интуитивно понятным простым вообще все те вещи которые связаны с технической частью вот они перестали быть барьером о которых мы говорили то есть максимально упростить ну и такие цели которые чисто для себя мы ставим очень хочется чтобы вот это количество людей успешно закончивший курс оно росло даже несмотря на то что еще и сейчас сравнительно вот если сравнить сравнительно неплохое и это тоже наш локальная задача это кстати вот в этой нашей итоговой презентации на восемнадцатый год мы взяли и запланировали этот семинар на котором вы сегодня присутствуете спасибо вам вот такая хорошая история штука которую мы очень сильно ждем мы хотим чтобы указ об этом bpr подписали наши курсы и люди которые их прошли они уже имели документ они просто красивую картинку с количеством часов держим пальцы на удачу спасибо